об аварии с перевозившим детей автобусом в Калужской области. Глава правительства Дмитрий Медведев по телефону выслушал доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой о состоянии пострадавших в аварии и поручил обеспечить им оказание всей необходимой медицинской помощи. Из Москвы в Калужскую область направлены сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России. Они будут выяснять обстоятельства аварии с пассажирским автобусом. Уголовное дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Сегодня утром в Бабынинском районе Калужской области перевернулся МАН, перевозивший около 50 человек. Большинство из них дети. Есть погибшие и пострадавшие. Дети в сопровождении взрослых направлялись из города Ярцево, Смоленской области, в Калугу для участия в танцевальном конкурсе. В целях наиболее полного и объективного расследования председателям Следственного комитета России принято решение о передаче уголовного дела в производство Центрального аппарата СК России. По указанию главы ведомства, на место происшествия направлены следователи и криминалисты Центрального аппарата, которые уже в самое ближайшее время приступят к проведению следственных действий на месте дорожно-транспортного происшествия. Следствием будут устанавливаться собственник транспортного средства, а также организаторы и лица, которые должным образом не обеспечили безопасность детей. Всю информацию об аварии можно узнать на горячей линии главка МЧС по Смоленской области. Телефон горячей линии 8-48-12-62-44-44. Напомню, автобус сегодня утром перевернулся на крышу, и люди оказались заблокированы внутри. Чтобы добраться до них, спасатели применили специальное оборудование. Сотрудники МЧС помогли выбраться из салона 42 пострадавшим. Также извлечены погибшие. И сейчас МЧС завершила спасательную операцию на месте аварии с пассажирским автобусом в Калужской области. И подробности мы сейчас узнаем у представителя регионального главка МЧС Татьяны Ипполитовой. Она с нами на прямой связи. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как проходила спасательная операция? И уточните, пожалуйста, точное число пострадавших и погибших. Спасательная операция на 12.36 была завершена. То есть из автобуса деблокировали всех погибших и пострадавших. В настоящее время происходит подъем автобуса. И, к сожалению, на месте ДТП поступила информация о семье погибших. Это трое взрослых и четверо детей. Все они жители Смоленской области, города Смоленска. И для информации для родственников погибших и пострадавших в Главном управлении МЧС России по Смоленской области открыт телефон горячей линии. 4812, это код города Смоленска, телефон 624444. Всю информацию по состоянию погибших и пострадавших можно узнать по этому телефону. Пострадавшие направлены для оказания помощи в центральную больницу города Юхнова и в Калужскую областную больницу. Татьяна Юрьевна, уточните, пожалуйста, также какие травмы получили пассажиры, пострадавшие? Всего в автобусе находилось 48 человек, включая водителя автобуса. Ну, значит, травмы получили различные степени тяжести. Это и переломы, и сотрясение мозга. Ну и, соответственно, всем пострадавшим будет оказана уже квалифицированная медицинская помощь в медицинских учреждениях. Татьяна Юрьевна, спасибо. Об аварии с пассажирским автобусом в Калужской области нам сообщил официальный представитель регионального главка МЧС Татьяна Ипполитова. Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика в связи с аварией. Ведомстве уже установили, что рейс был заказным, перевозчик – индивидуальный предприниматель, и у него даже не было лицензии. По предварительным данным, в аварии виноват водитель, который не справился с управлением. Точные причины еще предстоит установить. В результате автобус опрокинулся в кювет. И вновь возвращаемся к первой теме выпуска – на аварии с пассажирским автобусом в Калужской области. Глава правительства Дмитрий Медведев по телефону выслушал доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой о состоянии пострадавших в аварии и поручил обеспечить им оказание всей необходимой медицинской помощи. Между тем, из Москвы в регион направлены сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России. Они будут выяснять обстоятельства аварии. Уголовное дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих к безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Сегодня утром в Бабынинском районе Калужской области перевернулся МАН, перевозивший около 50 человек. Большинство из них – дети. Они направлялись из города Ярцево, Смоленской области, в Калугу для участия в танцевальном конкурсе. Всю информацию об аварии можно узнать на горячей линии главка МЧС по Смоленской области. Телефон горячей линии 84812624444. Вы видите его на своих экранах. Наш корреспондент Евгений Непот сейчас направляется в Калужскую область на место аварии. И в ближайшее время мы ждем его прямого включения со всеми подробностями. Продолжение следует...